Приветствую вас, Возьмите, братья и сестры. Часто задают такой вопрос. Слышат ли молитвы наши, чувствуют ли усовшие? Я вам зачитаю один интересный пример, который прочитал у святого Игнатия Бринчанинова. Ходя по пустыне, преподобный Макарий Египетский, это основатель египетского монашества, аскет, его еще называют отцом египетского монашества, он увидел лежащий на земле череп и прикоснулся к нему палкой, которая была у него в руках. Череп издал голос, и старец спросил его, кто ты? Череп отвечал, я был жрецом идолопоклонников, а ты, святой Макарий, когда молишься о тех, кто находится в вечных муках, умилосердься над нами. Они получают некоторое утешение, то есть по молитвам святого Макария получали утешение даже вот такие вот идолослужители, в частности вот этот вот жрец. А чем тем паче наши сродники, которые, может быть, были во Христе крещенными. Поэтому это вот отдельный пример и жития святого. Аминь.